принять завтра в 7 вечера и говорю, в смысле вы меня можете принять? ну вот вы хотели со мной встретиться? я говорю, послушайте, ну у нас тут типа гастроли там да, может вы придете? говорит, нет, у меня там завтра прием там это давайте я с вами сотрудничусь на следующие дни и все то же самое было в Лондоне, когда мы играли в Барбакенцентре точно такая же история то же самое было в Москве, когда мы играли в Центре Мираху то есть это, кто же играл, кто же играл в Босло кто же был в Берлине так что знаете, я понимаю, что у нас очень мало времени уже остается и надо вообще подводить какие-то итоги я думаю, что Гиночка сейчас замечательно это делает в моем случае от сообщества большое спасибо за ура, была возможность действительно послушать и услышать у меня вообще спасибо за Ваше время спасибо, за что Вы есть во-вторых, за то, что Вы действительно делаете делаете для всей страны и для всех нас за то, что Вы даете такую возможность нам ко всему этому долучиться, как кажется, у нас в Украине что мы можем вместе с Вами на партнерских началах участвовать в тех проектах, которые Вы делаете наверное, я в чем-то не буду преувеличивать если скажу, что сегодня у нас в гостях был флагман культуры Украины современного искусства в том числе и очень надеюсь, что действительно те моменты, точки соприкосновения которые сегодня назвал Влад по отношению в медиапространство как мы можем взаимодействовать для того, чтобы культурный процесс у нас приобрел новые какие-то витки развития и перспектива у него была гораздо больше, чем нам кажется на сегодняшний день спасибо Вам большое Спасибо Можно вопрос предложить? У нас принадлежала небольшая команда 20 человек мы можем копать тут а можем и не копать можно найти какое-то время до фестиваля чтобы встретиться с командами на команде хотя бы там минимальное чтобы познакомиться там за полчаса и обменяться общими парадиками и понять, что мы можем на самом деле я уже один раз на прошлый день делал общий сбор команды на самом деле не 15 человек это человек 50 потому что там касаемо мы проводили волонтеров и вообще питом и так далее и я просто выслушав каждого это занимает часа минимум три и уже ты начинаешь поэтому мобилизовывать сейчас это очень много времени сжимается это стратическую такую в голову не все не все не все по многому бюро так вот литро они самые самые как бы мобилизованные и вопрос там опять же в вашей у нас запущен там проект вот и Демский нас запустил съемки съемка фильмов и это работает там 50 волонтеров которые со своей техникой снимают то есть не знаю что это будет но сейчас будет такой пиар-код который я думаю есть что да это это ну так мы делаем храм и если продуматься эту тему да то сделать по городу Каплички сейчас ну там есть два варианта связаны с экологией есть одна там компания как она называется Топсельем они хотя это все убитое в Украине вот эти люди там мало там это делают ну занимаются Топсельем и он еще как-то пытается работать гибко и такие наши хотя все делается против того что так вот они прессуют бутылки пластиковые да такие кубы которые получатся эти кубы ну они очень красивые да да пластмастер да они ну они немножко конечно могут и сверху поставить сверху сверху вот вот и и у нас много есть горгуля вокруг сделать и как раз покрасить краску садовей и поставить в пунктах какие вот то что мы сейчас собираемся делать получить разрешение мы ставим по этой точке и начинали даже с конца августа чтобы 8 сентября они уже были расставлены и с ассоциацией для правее велосипедистов они делают только одну точку сборы где уже делается от двух тысяч велосипедистов которые получают понятно все это приятного будет пресс-тур на новой фесте который ну когда как в прошлом году идет пель авангелия этого спектакля с рекорделем будет вечером к этому будет репетиция все равно да это будет уже сама будет уже почти все расписано в стеклу будет вообще все инсталировано и поэтому непонятно все нужно по всему очень важная мне кажется история где по-моему они участвуют это будет проект так называемый пост аскорбский потому что закоммуницировать выделить 5-10 человек которые мобилизуются с одной стороны распространение информации и самим поучаствовать потому что важно чтобы туда вошли туда и другие не только журналисты но и художники но и все возможно люди с другими уроки по ресурсам технологические и айтишные и так и так возможно придумать вот эта идея справженная Украина то есть есть идея но его каким-то образом визуализировать и запустить чтобы это был нормальный стартап который дальше работал это очень похоже так что тут вы понимаете то что вы делаете все равно это да это все равно кузов круг надо как можно и вы и у вас все равно это такая дырочка скважина а нужно сделать чтобы это было ну по слову массовое горизонтальное вы можете быть фокализатором этого но нам нужна еще важный момент очень важно чтобы использовать тот ресурс который уже есть не только бар потому что неравнодушные люди мы уже собирались гуливать и так нет понимаете им нужно донести это чтобы они не приспорили сказать что это их идеология и таким образом мы через не используя мощную финансовую а сделали свою среду я попробую как есть идея по поводу создания этого содержатель украины украины то могли подключить уже на уровне в первую очередь нужно освещать вам все равно нужно системное партнерство с телевизором сейчас проводится я предложил поставить студию поставить прямо детская программа попробовать еще подключить другого типа то есть ими программа мастер-класс и можно запустить проект детской телевизор потому что там детки могут они что-то качество и это нужно просто тоже отработать есть например инициативу ресторан 3 они в ресторан который они делают журнал жила знаете рекомендую просто это очень хорошие с ними попробовать возможность сформировать вот эти вот истории здорового для детей телевизор программ с ними то есть может быть с ними с той же гиркой допустим сейчас куратор это правда попробовать и запустить тот же портал с помощью айтишников там есть через выгодно сотрудник сообщества с с с с с